Ну вот, две недели, как я постирала перо. Давайте развяжем тут сейчас. Перо и пух вот в этом мешочке. Вот он какой. Смотрите, хочу вам показать, какой получается пух, перо. Вот это перо. И вот такое перо в подушку зашивать нельзя. Кончик перышка, вот здесь вот, вот это надо обрезать. Либо снимать вот этот пух, с этого пера надо снимать, вот. И вот это острие, палочка останется от пера, выкидывать. Вот. Я уже постирала этот пух и перо, оно у меня сохнет. Вот уже, в принципе, и высохло, но этого количества мало. Это с одного гуся разлетается. Разлетается, надо поднять выше. Я взвешивала. Сто двадцать восемь грамм. Вот такое сухое. Ну, если еще после обработки перьев, да, то есть я буду обрезать, обязательно я буду перебирать каждое перышко. Нельзя просто вот так постирать и захидывать это в подушечку, то есть пошить подушечку. Надо обязательно еще перебрать все перо. Обязательно. Вот такое, вот такое перо недопустимо. Вот это надо обрезать. Как я стираю? Сейчас я вам покажу, как я стираю перо. Перо с пухом. У гусей собирается еще много пуха. От гусей ценен пух. Ну, и вот такое мелкое перо тоже. Собрала уже не только пух, но и перышки. Такие, которые поменьше. Потому что у гусей есть такие перышки. Ой-ой-ой. Длиннючие и большие. Их, конечно, уже в подушку нельзя засовывать. Так, ну вот здесь у меня в ведре пух и перо с двух гусей. Вчера я их забивала и ощипывала. Попадается, конечно, крупное перо. Это по ошибке. Оно еще будет перебираться, это перо. И сегодня мне обязательно надо постирать это перо. Иначе его потом просто можно выкинуть. Это перо надо либо просушить, потому что оно мокрое. Ощипываем же мы мокрых гусей, правильно? Вот. И любую птицу ощипываем, когда перо мокрое. И здесь еще попадается где-то с кровью, понимаете? Грязное перо может быть. Поэтому его надо обязательно стирать. Так, ну вот у меня тут в ведре теплая вода. Сейчас эту воду я наливаю. Вот сюда. Так, где-то полное ведро мне не надо воды. Мне главное постирать эти перья. Так, еще налью. Вода не холодная и не горячая. Вода должна быть теплая. Вот. И стираю с порошком. С обыкновенным простым стиральным порошком. Вот. У меня порошок в данный момент для ручной стирки. Вот прямо вот так. Насыпаю. Так, этого будет достаточно. И вот так вот по колокольцу. Вот. Помешаю. И смотрю. Если надо, я еще порошка поставлю. Чтобы была мыльная водичка. Сейчас порошки, конечно, такие, что один порошок лучше другого. Можно с мылом постирать. Можно с моющим средством постирать. Но я стираю с порошком стиральным. Один раз. Можно один раз постирать моющим средством. Пополоскать перо. А потом постирать порошком. Я же повторю. Стираю один раз перо. В стиральном порошке. Ну вот, уже стиральный порошок хорошо вспенился. Но я все-таки еще насыплю. Так. Вот так. Лучше пусть побольше будет. Да? Чтобы наше перо хорошо постиралось. И вот так вот рукой мутузю. Колопутцу это перо. Чтобы оно постиралось. Вот сейчас полностью порошок растворился в воде. Теплая вода. Напоминаю. Нельзя в горячей воде. Ну, а в холодной нету смысла. В холодной... Что за стирка в холодной воде? Стирать надо в горячей воде. Но так как у нас это перо здесь, правильно, и пух, то нельзя в горячей воде стирать. Так. Ну вот эти вот, повторюсь, я буду это выкидывать. Но сейчас я на этом акцент не делаю. Сейчас я стираю. Вот. Все. Порошок растворился. Перышки и пух гусильник, который здесь находится, я помутузила тут в этой водичке. Вот. И оставляю вот так вот в ведре все это делаю, друзья. Можно в тазике, в чем хотите. В чем вам удобно, в том и стираете перья свои. Вот. Я это оставляю. Минимум на полчаса, максимум на час. Знаете, даже если и на два часа оставить, и ничего страшного. Просто вода остынет, и будет совсем холодной. Ну, в принципе, можно будет подогреть и долить сюда водичку потом и постирать перышки. Вот. Я их оставляю в этой водичке, в мыльном растворе. Все. Пусть они у нас покиснут, как говорится. Пусть побудут в этом мыльном растворе. Через час буду стирать перья. Так, ну вот. Мое перо час полежало в этом мыльном растворе. Порошковым. Водичка еще теплая. Вот так стираю эти перья. Я уже их постирала. Показываю вам, как я это делаю. Как белье стираю. И все. Теперь беру, вот так отжимаю. И сюда кидаю. Можно еще проще сделать. Вот так я беру ядро. И вот так выливаю. Все, не надо париться. Не надо выжимать. Через сито прошла вся вода. И сейчас будем полоскать это перо. Под перо мне стекло немножечко. Вот такая вода. Вот такая вода. Сказать, что сильно грязная, но какая есть. Вот такая вода. Теперь это перо. Высыпаю в водичку чистую и полоскаю. И обыкновенно полоскаю. Хотя бы три раза надо пополоскать. Полоскаю и сливаю через сито. Все. Все. Чтобы быстрее было, я выжимаю перо. Потому что надо еще пополоскать хотя бы два раза. Сейчас я это опять заливаю водой. И еще два раза примерно хотя бы так пополоскать. Чтобы порошок мыльный все ушло. С перьев надо их хорошо пополоскать. Перо у меня постирано. Пополосканно. Все. Жду, когда стечет водичка. Так, смотрите. У меня есть вот такой вот мешочек. Вот хбшечка. Сейчас я в него переложу вот это перо. В этом мешочке я его вот так вот растряхиваю. И сейчас я его повешу и буду постоянно его внутри тормошить. Вот так оно будет у меня висеть. Вот таким образом я вешу. И перо мое сушится. Сейчас немножко пасмурно. На солнце быстрее перо сушится. Намного быстрее. Ну и ветерок тоже хорошо помогает. Так вот делаю. Солнышко светит. Пёрышки вот так сохнут. И пух гусиный. Вот в этом мешке у меня пух и перья гусиные. За неделю они у меня высохнут. Может быть даже и быстрее. Зависит от погоды. Если будет дождь, я естественно сниму, чтобы они не намочились. И в комнате повешаю на сушилку. В зимнее время можно тоже стирать перо и пух. И сушить на батарее, на котле, в бане даже многие сушат. Я сушила на батарее. И на котел ставила горячий. Вот мои перышки могут так сушиться в зимнее время. Но самое лучшее сушить в летнее время, когда светит солнце. Периодически подхожу, залазю вовнутрь и копошу вот так вот эти перья. Чтобы они быстрее просохли. Сейчас уже начало осени. И дни не такие жаркие. Но солнце у нас еще светит, конечно. Солнце палит. Всегда сушу я маленькими партиями. Мне это удобно. Во-первых, перо, пух, быстрее сушится в мешочке маленьком. Чем в большом, правильно? И во-вторых, мне так кажется, так удобнее намного. И тем более еще зависит от того, сколько птицы мы забиваем. Какое количество. Допустим, одного-двух петушков или курочек. Или же мы забиваем 10. Я просто по 10 штук в день не забиваю. Я забиваю максимум 2. Могу 3. Но это очень редко бывает. В день. И поэтому я не собираю их, не складирую это перо. Забила там двоих, троих, но четверых. Куриц, уток, что там по списку идет. И собрала перо, постирала, просушила. И в мешочках вот так у меня висит. Могу потом объединить эти мешочки. В принципе, все. Но в любом случае, даже если бы у меня было больше пера, просто я говорю за себя. У меня его не так много за раз собирается. Было бы большее количество, я бы точно так бы стирала. Это очень удобный метод. И он мне нравится. Я не стираю перо внутри мешка. Я считаю, что его лучше стирать так, как оно есть в естественном виде. То есть, не зашивая перо в мешок и стирая вот этот мешок. Нет. Ну, в наволочку запихивают перо и стирают. Я считаю, так самый лучший вариант. То есть, перо кидаем в воду, да, стираем там и все. Перо так лучше стирается, полоскается. Ну, у меня не такие большие объемы, поэтому для меня это самый хороший, лучший вариант. И я делюсь им с вами. Уточки мои, малыши, двухмесячные. Здесь цыплятки, молодые курятки. Трех возрастов цыплятки. А здесь у меня курочки. Курешки. Куда забралась? Эй! Так, ну, а тут у меня уточки. Две девочки. И вот здесь вот спрятались. От кого спрятались? Эй! Еще три уточки, девочки, и селезень. Пять уточек и селезень. Они в этом году мне выводили утяток. Уже мамами стали. Им еще года нет. В этом месяце будет. В конце месяца будет год. Ну, вот, друзья. Беру перо от любой своей птицы. Которая имеется у меня в хозяйстве. Были гуси. Погазала бы и гусей. Но гусей у меня сегодня уже нет. На сегодняшний день у меня их уже нет. А вот утки, куры, пожалуйста, они есть. И беру перо от любой своей птицы. От курочки, от уточки. От гусей брала. От гусей еще и пух брала. Ну, вот. Перо собираю, стираю. И сушу, естественно. Потом перебираю и делаю подушки. А подушечки есть кому мне. Для кого делать. Так что, друзья, если вам понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. С вами была Наталья. Субтитры сделал DimaTorzok.